Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Напоминаю о том, что у меня появился второй канал, который называется «Галинка-малинка. Звездная история». Ну и, конечно же, хочу вас поблагодарить за то, что вы подписываетесь на мой второй канал. И вообще просто хочу вас поблагодарить, мои самые любимые зрители, да, за то, что вы меня всегда поддерживаете. И ваша поддержка мне, конечно же, очень нужна. Ну что ж, а мы с вами переходим к Колесниковым. А они едут в Леруа. Причем едут в собрание в составе Леши, Светы и двух младших дочек. Сказали, что старшие дети остались на детском собрании. Я, если честно, не понимаю, кто их повезет обратно, либо кто-то повезет, либо они, так скажем, будут добираться своим ходом. Неизвестно. Ну ладно, в принципе, это не важно. Причем, вы знаете, название ролика «Хотели спасти шиншилу, но не получилось». Вот, дают понять, что с Шушей все плохо, что ей уже, в принципе, ничем не помочь, да. В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. И если это хайп на Шушу, так скажем, на ее жизни, то это просто полнейшее дно, о чем, кстати, в принципе, да, я так и думала, что это был просто хайп. С Шушей, слава богу, все хорошо. О ней мы еще с вами поговорим чуть-чуть позднее. В общем, ладно, ходили они по Леруа, смотрели, выбирали. Если честно, за этот ролик, по-моему, он там 35-минутный, меня достала Дарина. Действительно, достала просто. Она папкала весь ролик. Папа, 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 папа. Я вот думаю, господи, хоть бы кто-нибудь, хоть бы этот папка или мамка, кто-нибудь, сделали бы ей уже в конце концов какое-то замечание. Нет, не сделали. Они считают, что это абсолютно нормально. Далее, слава богу, приехали из Леруа. Дети их тут же встречают. Все дети. Настя хватает тут же пакеты, пытаются помочь родителям. Одна Анжелка у нас стоит, как самое настоящее изваяние. Знаете, причем стоит так интересно. Я посмотрела на нее и чуть не упала в обморок. Брителька отливчика у нее уже свалилась, спустилась, висит на руке. И, господи ты, боже мой, ну, хоть бы кто-то ей сказал, хоть бы кто-то ей сделал какое-то замечание. Неужели? Ну, она не видит. Она ничего не понимает, да? Причем родители тоже ничего не видят, не понимают. Ну, понятное дело, что это не только некрасиво, это еще начнем с того, что и вообще вульгарно. Но, с другой стороны, мать привыкла ходить без трусов, привыкла ходить без нижнего белья, не стесняется даже без трусов натягивать на себя лосины, которые обтягивают ее словно вторую кожу. И идет таким образом не только перед своим мужем, а также перед своими уже взрослыми сыновьями. Встречает в таком виде еще своего свекра, да? Считает, что это нормально. Ну, и Энжи в свою сторону тоже, глядя на маму, наверное, думает, не, ну, а что тут такого? В принципе, ничего страшного. Я так понимаю, вы знаете, что у них болезнь, да? Вот болезнь кому-то показывать и демонстрировать свои, как говорится, телеса. И, наверное, нижнее белье их, скорее всего, стесняет и сковывает. Они хотят, так скажем, быть ближе к природе. Ну, Леша же нам говорил о том, что вот вы знаете, а вот помните, Адам и Ева, да, в принципе, они были на геи. Ну, что ж, в общем, как-то так. Надеюсь, мы их такими, конечно же, не увидим. Я очень на это рассчитываю. Ну, далее очередной влог. Вы знаете, я так понимаю, что Света, все напутано у них, ребят. Все напутано, потому что вот нам показывали, как до этого они ехали в Леруа, они ехали с собрания, а здесь Света, получается, их заплетает, девчонок, да, и сама с платком на голове, понятное дело, что просто перепутаны ролики, все как обычно. Они только собираются на собрание, и она заплетает Виталину, делает Виталине обычные хвосты. Ну, что я могу сказать? Раньше Светка делала прекрасные прически, этого было у нее не отнять, у нее действительно получалось очень хорошо, но это раньше было в есентуках. А теперь исключительно только хвосты. И самые простецкие, самые элементарные, то, что сделать очень-очень просто. Хотя, с другой стороны, все же хвосты лучше, нежели ходить лохматой, да, как часто мы наблюдаем, что их дочки ходят лохматыми. Далее в теплице уже Света демонстрирует свой урожай. Ребят, все же огурцы появились, и она показала пару огурцов, которые, кстати, совсем, так скажем, не маленькие, но хоть что-то, да. Далее показала перцы зеленые, тоже достаточно крупные. Значит, получается, несколько дней тому назад, когда Света демонстрировала перцы, помните, дети их жадно ели, да, это все было на кухне, я так понимаю, что и те перцы зеленые, они тоже были с их огорода. Ну, в общем, хоть что-то, хоть что-то у них появляется. Виталина с Дариной бегают, играют, гуляют по участку, кто в чем, кто как, балуются с куклами. Ну, а уже дома, спустя время, Анжела, в новых лосинах, обтянув себя, как сосиску со всех сторон, якобы читает девчонкам, ну, да, сестрам своим всем остальным книжку. Причем, я уверена, что никто ничего не понимает, потому что читает Анжела ужасно. И вы знаете, что я хочу сказать, кто-то, может быть, конечно, из обожателей Колесниковых, да, скажет, ну, вот и что, вот у девочки проблема. Ну, понятное дело, у девочки проблемы, да, эти проблемы начались именно благодаря родителям, которые вовремя не обратились как раз-таки к врачам, поэтому эти проблемы и начались. Но в любом случае у девочки было целое лето. За целое лето можно было садиться и читать книги каждый божий день. Можно было выделять определенное время, полчаса или час, и читать, читать, читать. Люди, у которых, кстати, менингит, многие люди прекрасно заканчивают университеты. Я, у меня есть знакомая девочка, которая в школе училась всегда очень хорошо, и вот у нее менингит случился то ли в 18, то ли в 19 лет, сейчас я не скажу, может быть, даже в 20. Она училась в университете, и она умница, она просто прекрасная, она и университет закончила на 4,5, и все у нее было хорошо. Ну, она сама по себе стремилась к чему-то и что-то хотела, поэтому как бы, ну, понятное дело, что у всех может быть по-разному. Но и здесь Анжеле никто не запрещал, да, никто не мешал заниматься, что-то читать, как-то что-то делать. Просто я так понимаю, что здесь тоже никто не хочет ничего. Дети, конечно же, глядя на своих родителей, не хотят ничего делать и ни к чему стремиться. У них инстинкты, знаете, на уровне животных. Поесть, попить, поспать, ну, в общем, как-то так, да. Далее. Далее показывают нам Шушу, о чем я говорила. Шуша, слава богу, жива, здорова. Ну, что я могу сказать? Просто они самые настоящие уроды. Им плевать, как хайповать, как трешовать, да. Им абсолютно плевать на все. Они готовы похоронить кого угодно. Ну, в принципе, образно, они же так написали ролик, да, вот предыдущие, которые я озвучивала. Поэтому им плевать абсолютно это те люди, которые могут. А мы еще удивляемся, почему они своих детей выставляют в ужасном виде. В общем, как-то так. Ну, а далее, друзья мои, якобы Виталине передали новые вещи. Новые вещи, понятное дело, не оказались новыми. Какие они новые, если в них уже кто-то ходил. Стали, значит, надевать на Виталину всякие юбки, пиджаки и так далее. Ну, вещи более-менее. Но, знаете, может быть, они, кстати, и выглядят лучше всех вещей, которые покупались родителями на рынке, потому что у родителей вкуса нет никакого. Но в любом случае, вы знаете, как бы что ни было, да, заметно, заметно сразу, что это вещи уже ношенные, что в этих вещах уже кто-то ходил. По мне, это самые настоящие обноски, да. Одно дело, когда люди берут такие вещи, потому что они не в состоянии купить новые вещи, это одно. А здесь государство выделило по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. И папка благополучно потратил всего десятку на всех детей, то если потратил, да, а все остальные деньги прикарманил себе. И, как я уже сказала, мне очень жаль, что за эти деньги люди не отчитывались, потому что это просто полная наглость, да. И вот, знаете, Светка, да, показывает вещи, которые там на Виталине, говорит, ой, а вот эта блузка, вот эта юбка, это тебе еще велико, ты, мол, в этих вещах пойдешь еще и на следующий год. Ну, что я могу сказать? Я так понимаю, теперь вот этого старья, по-другому я эти шмотки не назову, это действительно старье. Я думаю, никто бы из вас не хотел надевать чужое старье. Так вот, я так понимаю, что этого старья от соседей, от знакомых, от друзей, от сестер Виталининых старших, да. Виталине хватит, наверное, до 18-летия. Надеюсь, потом она выйдет замуж, и у нее сложится другая жизнь, более счастливая, чего я, конечно же, ей желаю. Особенно Виталине, да. Вы знаете, вот просто, действительно, как я и сказала, вещи сразу видно, что они уже ношенные, и они с чужого плеча, это заметно. Но Настю тоже нацепили непонятно какие-то вещи, в общем, поставили их в ряд, понятное дело, что все это выглядело ужасно. Вот честно, я в шоке. Так и хочется сказать Колесникову, бедные ваши дети, бедные. Почему они вынуждены ходить просто как бомжи, носить какие-то, да, непонятные вещи? Неужели ваши дети не достойны носить новые вещи? Почему родители экономят на всем? Почему папка экономит на своих детях? Почему, имея деньги, не купить детям вещи? Даже здесь деньги выделило, опять же, государство, да. Понятное дело, что здесь, конечно же, Лешка во всем виноват, да. Ну и Светка виновата, потому что она молчит тогда, когда нужно говорить. И не хотят они, получается, чтобы их дочки пошли в школу хотя бы на 1 сентября, как куколки, да. Ведь можно было их как-то приодеть красиво и хорошо, но мы видели то, что мы с вами видели. Я вот думаю, неужели родителям Колесниковым не стыдно смотреть, как их дети ходят, как бомжи какие-то попрошайки, да, вот в этих старых рваных лохмотьях и так далее. Ну, а после уже примерки, ребят, то, что было после примерки, я вообще просто была в шоке. Нас ждал фитнес-мячик в гостиной, на котором распласталась, по-другому я не скажу, Анжелка, словно медуза, или словно морской котик с грязными ногами. С грязными пятками, боже мой, они были чернее ночи, да. Ноги все черные, все, вот просто, и трясла своими телесами, раскидывалась на этом мячике. Я вот просто думаю, а родители вообще адекватные снимать такие видео? Ведь это действительно стыдно. Ведь можно было вырезать вот это и не позорить, да, когда мне потом будут прибегать и говорить, хватит, хватит говорить про детей. Да не надо это показывать. Тогда и говорить об этом никто не будет. Но Лешка прекрасно это все видел. Он же все это дело, как говорится, монтировал. Понятное дело, он смотрел, но нет. Ради просмотров, ради контента, Лешка со Светкой решили бросить свою дочу под удар позорище. Вот позорище действительно снимать деваху, которой почти 15 лет, знаете, с грязными, чернющими пятками ногами, да. Ну, я вот думаю, неужели никому из них не стыдно? Ни ей, ни родителям вообще как-то очень и очень странно, которая завалилась на этот мяч и трясла своими телесами. Правда. Блин, ну ей же не 5, не 6, не 7 лет. И даже если она ощущает себя на такой возраст, на что ей нужны родители. Ведь они как раз-таки должны ей какие-то ограничения ставить или говорить с ней, или что-то ей объяснять. Ну, это опять же мое мнение и мое предположение. В общем, друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok